Иммигранты будут доминировать в населении Канады, канадцы против короля, в стране одобрена вакцина для малышей. Мы делимся с самыми важными новостями за прошедшую неделю, а вы поставьте лайк ролику и подпишитесь на канал. Начинаем! Привет из Канады. Правительство продолжает модернизировать иммиграционную систему. Появилось новое приложение для подачи заявок на предоставление статуса беженца. Через приложение просители убежища смогут напрямую общаться с сотрудниками Министерства иммиграции, а также отслеживать статус своего заявления. Пока нововведение доступно только тем, кто уже находится в Канаде. Скоро электронная подача заявок также будет доступна для большинства программ иммиграции. С 23 сентября по 28 октября Канада перейдет на онлайн-заявление по провинциальным программам иммиграции, программам семейного спонсорства, программам для самозанятых и основателей стартапов, программам для нянь и сиделок, атлантической программе иммиграции, агропродовольственному пилоту и сельскому и северному пилоту. Провинция Квебек заявляет о своей заинтересованности в иммигрантах. Крупная политическая партия региона назвала цель в 60-80 тысяч новоприбывших в год. Партия также предложила иммиграционную модель, которая будет включать создание приемных центров по всей провинции, ознакомление иммигрантов с культурой Квебека и денежную компенсацию за перелет. Интересная статистика. Статистическое управление Канады прогнозирует, что к 2041 году иммигранты и их потомки, родившиеся в Канаде, могут составить более половины населения страны. Другие параметры показывают, что от 23 до 29% всего населения будут составлять выходцы из Азии и Африки. Сейчас среди канадских иммигрантов преобладают граждане Индии и Китая. Правительство Канады снова работает над улучшением качества жизни населения. Премьер-министр объявил новые меры поддержки в связи с инфляцией. Они будут включать помощь в размере 650 канадских долларов в год на покрытие детского стоматолога, 500 канадских долларов в виде разовой поддержки на аренду жилья, а также до 600 канадских долларов в виде налоговой льготы. Каждый вид помощи предназначен для жителей с доходом ниже определенной суммы. Канадцы тоже не остаются равнодушными. Канадская долгожительница к своему сотому дню рождения связала «сто» шапочек, которые будут переданы в дар нуждающимся детям. Пенсионерка уже 30 лет вяжет одежду и шапки для благотворительности. Многие ее изделия отправляются в развивающиеся страны, но новая партия останется в Канаде. Рукодельница уже планирует связать «сто» одну шапочку к следующему дню рождения. Если же вы не рассчитываете на помощь, а хотите сами хорошо зарабатывать в Канаде, на нашем канале вышел ролик о 10 профессиях с самыми высокими зарплатами в 2022 году. Большинство из этих специалистов могут получать более 100 тысяч канадских долларов в год. Обязательно посмотрите видео по ссылке в углу экрана и в описании, чтобы знать, к чему стремиться после эмиграции. Кстати, для тех, кто рассматривает работу в Канаде, появилась новая возможность трудоустроиться. В ноябре пройдет ежегодный виртуальный форум мобильности, который позволяет найти канадского работодателя. Участие бесплатное, но нужно знать французский язык. Есть еще ряд требований, из которых достаточно соответствовать одному. Это востребованная профессия, профиль в системе экспресс-энтри, уже полученная рабочая виза в Канаду либо соответствие одной из эмиграционных программ. Подробнее о форуме и как подать заявку, читайте на нашем сайте Immigrant Today. Ссылка будет в нашем телеграм-канале. Обязательно на него подпишитесь, чтобы не пропускать полезные материалы к роликам и другие посты о Канаде. Из других важных новостей, в Канаде одобрена вакцина для детей от 6 месяцев до 4 лет. По заявлению Министерства здравоохранения, клинические испытания показали, что преимущества препарата перевешивают возможные риски. Поставки по всей стране должны начаться в ближайшее время, но об обязательной вакцинации детей разговоры не ведутся. Канадцы против монархии в стране. Как бывшая колония Великобритании, Канада состоит в Британском Содружестве нации и управляется британским монархом. Недавний опрос показал, что 51% населения Канады больше не хочет такого правления, и эта цифра растет с каждым годом. Всего 26% канадцев поддерживают монархию, остальные затруднились с выбором. Жители считают, что монархия устарела, не имеет ничего общего с правительством Канады, а страной не должен управлять король или королева другого государства. Особенно нелюбовь к монархии сильна в Квебеке, где 71% населения высказался против, а 87% заявили, что не испытывают привязанности к королевской семье. Также враждебно настроены коренные народы. Некоторые их представители считают, что покойная королева и ее предшественники несут ответственность за геноцид коренных народов в Канаде и во всем мире. И еще одна негативная новость. Санкции, инфляция и прочие события в мире затрагивают и обычных людей в Канаде. Также они коснулись создателя проекта Иммигрант Today Алекса Павленко. На нашем канале вышел ролик о том, почему в Канаде становится тяжелее жить, к чему готовятся канадцы и как обычные люди страдают от санкций против другой страны. Посмотрите видео по ссылке в углу экрана и в описании. Перейдем к иммиграционным розыгрышам. За неделю были отборы как на федеральном, так и на провинциальных уровнях. Суммарно пригласили около 4500 человек. 13 сентября состоялся розыгрыш в провинции Британская Колумбия. Регион выслал 300 приглашений квалифицированным специалистам, специалистам средней квалификации, выпускникам канадских вузов, а также представителям востребованных профессий. Ими стали воспитатели, специалисты в сфере здравоохранения и ветеринары. 14 сентября Канада провела отбор в системе экспресс-энтри по всем федеральным программам иммиграции. Приглашения получили 3250 кандидатов, а проходной балл продолжает снижаться с каждым розыгрышем. 15 сентября прошел отбор в соскачивании. Провинция выбрала 326 кандидатов с востребованными рабочими профессиями – сварщиков, электриков, плотников, механиков и слесарей. Часть из них были зарегистрированы в системе экспресс-энтри. В тот же день провел отбор остров принца Эдуарда. Он выслал 147 приглашений. Большинство из них были предназначены для специалистов и выпускников вузов провинции, а часть была отправлена предпринимателям. А в Манитобе состоялось два розыгрыша 14 и 15 сентября. В первый день провинция позвала 9 граждан Украины, у которых есть какая-то связь с Манитобой. Во второй день пригласили «436» кандидатов в потоках для специалистов в Манитобе, специалистов из-за границы и выпускников вузов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокол, чтобы не пропускать новые ролики. Также посмотрите другие видео на нашем канале об иммиграции, учебе, работе и жизни в Канаде. До встречи в Канаде!